Думаете, что радиоактивную зону всегда можно узнать издалека, и она напоминает зону для выживания в игре Сталкер? Хотим вас разочаровать. Иногда ничего не напоминает о страшной угрозе, и без дозиметра вы никогда не догадаетесь, что здесь что-то не так. Представляем топ-10 опасных мест на планете с точки зрения радиоактивного загрязнения. Первое. Завод Ханфорд, США. Завод Ханфорд в штате Вашингтон, США, является хранилищем плутония для проекта, благодаря которому была создана атомная бомба, сброшенная на японский город Нагасаки 9 августа 1945 года. Производство заметно фонит до сих пор. Второе. Побережье Сомали, Африка. Незащищенное правительством прибрежные территории Сомали используется в качестве места захоронения радиоактивных отходов ядерного производства. В 2004 году это стало подтвержденным фактом, когда цунами оголило 600 ржавых бочек с токсичными отходами, захороненными в водах. Третье. Средиземное море. Уже давно ходят слухи о том, что преступные синдикаты, входящие в состав итальянской мафии, зарабатывают грязные деньги, сбрасывая радиоактивные отходы, загрязняющие отдельные участки Средиземного моря. Приводят даже ужасающую статистику – 40 кораблей с таким токсичным грузом. Четвертое. Промзона завода «Маяк», Россия. На территории промышленного комплекса «Маяк» в закрытом тогда городе Челябинск-40 в России долгое время существовал ядерный завод. В 1957 году на нем произошла Кыштымская авария, которую называют одной из самых страшных техногенных катастроф в мире. Во время взрыва в атмосферу было выброшено около 20 миллионов кюри радиоактивных веществ, загрязняющих окружающую территорию. Пятое. Завод Селлафилд, Англия. Первоначально завод Селлафилд производил плутоний для создания атомных бомб, однако позже переквалифицировался на выполнение коммерческих заказов. Тем не менее, в ядерный период функционирования предприятия на нем произошла не одна авария, вследствие чего большая часть прилегающих территорий теперь радиоактивна. Шестое. Химкомбинат Сибири, Россия. В России находится одно из самых опасных предприятий в мире – Сибирский химкомбинат. Он служит местом скопления ядерных отходов, которые свозятся сюда уже почти полвека. Помимо нарушения всевозможных норм и условий хранения, жидкие радиоактивные отходы сберегают в открытых резервуарах. Седьмое. Семипалатинск, Казахстан. Ранее эта территория современного Казахстана служила полигоном для испытаний советского ядерного оружия. Тестируя новейшие разработки, правительство СССР пренебрегало даже элементарными защитными требованиями, мотивируя необитаемостью этого места. Восьмое. Майтс-Лу-Усу, Киргизия. По версии Blacksmith Institute 2006, эта территория является одной из десяти самых радиоактивно загрязненных зон в мире, так как является местом добычи радиоактивных элементов. Девятое. Чернобыльская АЭС, Украина. Украинская ЧАЭС печально известна на весь мир одной из наиболее масштабных техногенных катастроф. Помимо ужасных последствий, как для самой страны, так и для всего мира, Украина до сих пор имеет 30-километровую зону в бассейне реки Припять, которая считается непригодной для проживания и известна как зона отчуждения. Десятое. АЭС Фукусима-1, Япония. Стихийное бедствие, поразившее Японию в 2011 году, принесло с собой не только масштабное разрушение и гибель тысяч людей. Цунами и землетрясение стали причиной аварии на атомной электростанции Фукусима-1. Эту техногенную катастрофу приравнивают по последствиям к взрыву реактора на Чернобыльской АЭС. А на этом у меня все. Друзья, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Всем пока!